Что я думаю о Иисусе Христе? Я говорю так, в чем отличие мировых религий? Сколько их существует? Иудаизм, христианство, ислам. Вот три мировые религии, которые мы рассмотрим. Какова основа всех трех религий? Одно и то же. Тора. В одном варианте называется Ветхий Завет и так далее. Ислам – это секта христианств, которая откололась. Ее называли сначала неосерианство. Ее на одному с соборю прокляли, отрекли Бога Мохаммеда от христианства. Это я приводил данные, можете почитать в каком году и так далее, чтобы сейчас не повторяться. Если не помню точно год и так далее. И где во всех этих религиях суть, основа является Тора или Ветхий Завет, ее частичный вариант. Так вот и расскажите. Даже в том варианте фальшивки, которая дошла до нашей веры, Новый Завет, кое-что осталось от того, что говорил тот, кто называл Иисусом Христом. Очень мало, но кое-что осталось. Потому что реальный документ, который он… Вот я всегда удивлялся логике людей. Апостолы, которые, если вы почитаете Новый Завет, оказывается, больше, чем 12 с Христом. 13, а 12 апостолов, да? Там 15-17 разных евангелий получается, так? Но почему-то везде говорится о 12 апостолах. Это первое. Второе. Подавляющее большинство было совершенно безграмотных людей, которые ни писать, ни читать не умели. Вопрос. Каким образом они писали Евангелие? Просто бум! И стали грамотными. Человек, кого называют Иисусом Христом, его имя Радамир, на самом деле, знал много языков, читал многие книги и мог читать и писать. Вроде ничего не оставил, да? Оставил свои записи, которые его жена Мария Магдалина. И пропагандировал, и создал очень мощное движение, которое получило название Катары или Альбегойцы. В котором в 13 веке были уничтожены под корень, до младенцев уничтожались. Почему? Потому что там содержались слова тех, кто якобы пришли защищать. И содержались слова. То есть крестоносцы, пришедшие уничтожать Катаров или Альбегойцев, были посланы Папа Римским, который якобы наместник Бога, в том числе и Христа, на земле. Задача была уничтожить эти документы, в которых явно было совершенно другое то, что несет современная церковь. И там то, что Мария Магдалина после смерти Христа и его ухода с земли несла людям, действительно трогала очень многих людей, изменила многих людей и так далее, но не дали им это делать дальше. Убили ее, а потом, когда она перестала быть живой, те, кто остались, много наломали дров в не ту сторону, как часто бывает. Так вот, если даже взять такой момент, чтобы признать, что, о да, Иисус Христос, только мы говорим, кто читал Новый Завет, есть такие? Вот рекомендую почитать, есть, но мало. Вот плохо. А кто ходил в церковь? Ну, вообще не говорю, что сейчас, вообще. Гораздо больше. Странно, вот и прежде, чем пойти в церковь, я бы сначала прочитал бы. Вот, так вот, что Иисус Христос говорит о, когда он пришел к иудеям? Ваш отец – дьявол, так? О ком он говорит? О Боге Отце, да? Потому что иудеи не признали Иисуса Христа в Мессии Божьей, знаете, да? Так вот, он говорит людям, что ваш, кого вы почитаете, является дьяволом. И давайте прекратить поклонение дьяволу. И вдруг он оказывается его посланником через Святой Дух. Ну, хоть бы удалили бы, хоть бы чистили, так чистили бы грамотно, фальшивку делали. Ну, неужели считают, что все полные идиоты? Дальше. Что там говорится? Чем отличие? Кто знает, чем? Ну, кто-то знает. Скажу. Отличие иудаизма от христианства. В двух словах. Суть. Потому что основой того – это Ветхий Завет, в принципе. Потому что Новый Завет только мало что там дается. В основном – это Ветхий Завет. Отличие иудаизма от христианства в том, что последствия иудаизма признают Мессией Божьим Моисея и ждут новую Мессию. Те, кто считаются христианами, считают, что Мессием Господа Бога был Моисей и Христос. И все остальное одинаково. Я обряды, нюансы не беру. Получается, единственное принципиальное отличие между иудаизмом и христианством – это признание или не признание Иисуса Христа Мессием Божьим. Так? Так. А теперь скажите, мог ли он воевать с религией для того, чтобы она признала его Мессием Божьим вторым? Даже не первым. Как вы думаете, может такое быть? Не думаю. Понимаете, вот такой момент. Люди почему? Потому что люди не читали ни Новый Завет, ни Ветхий Завет Можества, ни тем более Тору. Не читали, поэтому они не знают. А то, что им лапшу на уши вешают в церквях священники, слушают их, и все, им достаточно. А вот если людям достаточно, чтобы их обманывали, и чтобы выгребали деньги из них в карманов, это их право. Никто не может заставить человека не пойти и не отдать последние свои гроши. Там уже попу, священник, который купит себе очередной дом, машину, яхту, самолет. Заветят еще одну любовницу, как вы знаете, или любовника, и такое тоже бывает, который тоже будет содержать. Ну, устраивает людей такая ситуация? Пожалуйста, милости просим. Я, например, не против. Я считаю, что моя позиция, что, так сказать, это дело совести любого человека, во что он верует и не верует. Если человек верует, что он завтра помрет, и что ему нужно прыгать вниз, как говорится, с высоты, пускай прыгает. Можно постараться объяснить, но он скажет, нет, я это верую. И сколько людей убивали себя в ожидании конца света, знаете, да? Вы знаете, сколько концов света было за тысячу лет последние? Сотни. И люди так убеждали, что многие ложились в гробы, и многие себя убивали, чтобы не ждать прихода конца света. Об этом молчат, да? А он не наступает, а наступает. Хотя реальный конец света вызвано было другими причинами, да мог бы уже наступать несколько раз, по крайней, последние 10-15 лет. Следующего. Поэтому, если хотите более подробно, вот кое-что у меня написано, в моей автобиографии затрагивает этот вопрос. Кусками там есть моменты, где я отклоняюсь от своей биографии, и уносит в сторону, так сказать, в историю, там, или в политику, в ближнюю или дальнюю. И у Светланы во втором томе это очень подробно описано, многие вещи. И поймете, кто такой Иисус Христос на самом деле. На самом деле, он ничего общего с тем, кого его изображают. Плюс к тому же, как я говорил, иудеи принесли в христианский культ, который начинался с культа Азириса, в принципе, назывался сначала культом Азириса, постепенно он менялся и так далее. Вот я просто могу посоветовать людям просто эскурс сделать. Это доступная информация, кто желает, тот найдет. Почитать о культ Азириса, культ Адониса, Атиса, Дионисия. И посмотреть, что сначала культ Азириса был придуман в Египте для рабов, так об этом это пишется. Что его только придется рабы, которым было сказано, гните жаживо, зато потом, когда вы сдохнете, у вас будут берега кисейные, реки молочные и так далее. А здесь вы должны терпеть все. Это было придумано в Египте, когда во время правления гексосов, предков иудеев. Они придумали социальное оружие, с помощью которых рабов держали по ненавиде. Что заметно? Через 200 лет после того, как гексосы ушли, или потомки их уже в виде иудеев, ушли из Египта, Египет уже никогда не поднялся. Вы, наверное, знаете, да? Теперь смотрите. Они двигались по своему пути. Где они появлялись, создавались новые культы. Адониса, Атиса, Дионисия, потом Христа. Просветающие империи, где создавались культы, и когда эти культы становились государственными культами, очень быстро приходили в упадок. Нищали. Это не мои слова, это не я придумал, это факты прошлого. Потому что если посмотреть путь движения, вот, как иудеи, исход их из Египта, как они двигались по этим странам, вы увидите, после этого страны падали, исчезли, многие из них исчезли навсегда с карт мира. Но при этом из каждой страны, кто создавал этот культ, уходили все более и более богатыми. Это я тоже придумал, да? Это тоже клевещу на бедных иудеев, да? Как пытаются изобразить. Мне их просто очень жалко. Потому что боль идиотизма, которая, вот, вы знаете, что есть еще книга Тания такая, слышали такой книги? Тания, не слышали? Я тоже недавно услышал, не хочу сказать, что я слышал, не вот, вот, я родился и узнал об этой книге сразу. Вот мне сидело здесь, все. Я недавно узнал об этой книге. Вот в этой книге Тани, Тания, это Хасидов книга святая. О Хасидах слышали, да? Ну, Хасиды, это секта иудейская. Почти все миллиардеры, практически все миллиардеры иудейские, евреи, миллиардеры, секты Хасидов. Так вот, в этой книге четко излагается, что когда будет уничтожено все человечество, только избранные Хасиды, 600 тысяч человек, ну, это потомки левиты, они будут, придут на другую форму существования, то есть они бестелесную форму придут и будет существовать новая раса, шестая раса появится, которую, как говорится, Рейрих пытался проводить, потом Блавацкая, помните, да? Вот откуда ветер дует. И эти идиоты не понимают, что когда они покинут свои тела физические, они кажутся без своих физических оболочек, без тел. И что, не думаю, что какой-то там Егова, который приводит, тот, который был, есть и будет. Знаете, да? Так вот, Егова их будет приводить на наук-качественные эволюционные уровни, что они могут существовать без физических оболочек. А с теми физическими оболочками, которые у них есть, и наработками, они не только существовать без физического тела не могут. Они вообще могут, кажется, в тех джунглях, которых Светлана очень хорошо расписала в своей книге, в Нижнем Астрале, где их будет просто кушать на всю катушку. И вот эти люди, которые владеют миллиардами, триллионами, в силу того, что мы, причины, которые изначально мы говорили, как они добивали, получают триллион за сегодняшний день, верят в этот маразм, что когда все сдохнут, они окажут среди избранных, которые передают на новый эволюционный путь, высший путь существования вне телесной оболочки. Брэдбери, кто читал? Читали кто-то Брэдбери? Марсианские кроники читали его? Кто не читал? Ну, единицы читали. Там же фильмы поставлены неплохие. Так вот, кроме как или погибнуть, или превратиться в паразитов с сущностями, то есть искать, кого же можно пососать жизнью силу, не существует, потому что без генетики, без воплощения в новом теле некого развития сущности невозможно. Это возможно только в том случае, когда сущность, уже находясь в физическом теле, достигнет такой уровень развития, такой структуры сущности, в котором будут состоять сотни, а может тысячи, миллиарды, миллионы или миллиарды тел, когда наличие или отсутствие физического тела, уже не имеет принципиального значения. А для этого хотя бы нужно минимум пройти планетарный цикл развития, наработать минимум шесть тел сущности. Так могу сказать, у всех миллиардеров, триллионеров, которые существуют, если дай Бог, наберется три тела сущности. Так вот рассчитывают. И что самое интересное, к чему нас готовят 21 января, декабря 2012 года, что будет? Именно к этому. Что только избранные переду в шестую расу, да? Правда, они не уточняют, кого они считают избранными, да? Они говорят, что и остальные, может быть, но не уточняют, кто. Так вот в тайне книги четко говорят, что эти избранные являются только потомки, то есть, потомки Бога Ехвэ, того, что когда он так мало спрошелся, и по Еве тоже прошелся, так сказать, его потомки, вот они и составляют тех избранных, в кавычках, которые якобы он с собой заберет. Да этот Бог Ехвэ, который он почитает, или Еговка называет его по-другому, он просто один из, как говорится, полевых офицеров, скажем, которые посылали на работу. Вот даже не высокого уровня иерарха. Ну, потому что, если самолетом люди делают, из них делают богов, то, конечно, неудивительно, что из Ехвэ сделали Господа Бога. Поэтому, говоря о религиях, вот, понимаете, действительно, почему наши гробят образование, остатки его, то, что уже осталось. Потому что, когда люди будут безграмотные, которые, главное, чтобы могли написать свою фамилию и досчитать до тысячи, в лучшем случае, вот идеал, стремление, по крайней мере, в Америке я это наблюдал. Я очень хочу, чтобы в России этого не произошло. Именно такой уровень состояния. Спасибо.